Привет всем! Меня зовут Леонид Скопцов и сегодня мы продолжим рассказывать о верхней линейке массы Coakley. Сегодняшний обзор будет посвящен двум новым моделям, которые появились у нас в продаже с этого года, а именно Flight Path и Flight Tracker. Но сперва, чтобы вам было более комфортно воспринимать информацию, я предлагаю уделить немного времени глоссарию, то есть названием технологии, использующейся в этом обзоре, которые потенциально могут быть вам непонятны. Если вы немного варитесь в индустрии спорта и знакомы с брендом Oakley, то почти наверняка слышали слово PRISM. Так что же это такое? Вообще это одна из самых главных инновационных технологий производства линз Oakley. Биоинженерная идея, суть которой строится на световосприятии человеческого глаза. Простым языком, наши с вами глаза очень чувствительны к деталям в одном цветовом диапазоне и, напротив, совсем не способны воспринимать детали в другом цветовом диапазоне. Как правило, при очень ярком свете, к примеру, когда вы щуритесь от света, защищая глаза, или так называемом плоском свете. Такое часто возникает зимой в горах, когда вы не видите рельеф, и все кажется ровным полем. Так вот, совокупность технических решений позволяет ослабить большую часть нежелательного цветового спектра и усилить желательную часть цветового спектра, что впоследствии повышает контрастность ярких и плоских тонов, делая картинку четкой и приятной. А также создает комфортные условия для работы наших с вами глаз без напряжения. HDO – High Definition Optics. Технология, гарантирующая оптическую четкость и чистоту картинки во всех линзах Oakley. OTG – Over the Glasses. Это технология, а вернее идея для людей, которые носят очки. Суть ее в очень простом решении – удалить небольшую часть материала во внутренней части рамы маски, разгружая давление от душек очков на голову. К слову, по отзывам эффективнее всего работать с узкими железными дужками от очков. Ridgelog EV. Полное название Ridgelog Evolution. По сути, это доработанная система Ridgelog, где основная идея с сути не поменяла. Технология, которая позволяет быстро сменить линзы за счет двух замков, находящихся в центре маски, в нижней и в верхней части рамы. Antifog. Специальное покрытие линзы от запотевания маски. Сферическая линза – это линза, которая изогнута и в горизонтальной, и вертикальной плоскости. По форме напоминает часть округлости, к примеру, мяч. Преимущество этих линз – более четкой оптической передачей с минимальными искажениями, а также более большой угол обзора. Как правило, сферические линзы меньше подвержены к запотеванию из-за большего внутреннего объема. Но обычно они дороже из-за сложности в производстве. К тому же маски со сферическими линзами в некоторых случаях могут не подходить под определенные формы шлемов. Торическая линза. Изогнутая линза в горизонтальной плоскости и немного вертикальной. Придает очень интересный стиль маски. Эта технология появилась сравнительно недавно и включает в себя все преимущества цилиндрической и сферической линзы. То есть, хорошая устойчивость к запотеванию за счет своего объема внутри маски, корректность передаваемой картинки без лишних шумов и хороший периферийный угол обзора. Стоимость этих линз находится в ценовом диапазоне со сферическими линзами. Итак, мы разобрались с глоссариями и технологиями. Теперь поговорим о том, в какой из масок что используется. По сути, большинство из этого списка используют обе модели. Но давайте по порядку. Flight Path Перед созданием этой модели инженеры вдохновились старым Canopy и относительно новым Flydeck. Вот и на свет появилось это чудесное создание. Как вы видите, у Flight Path очевидные черты верхней рамы от Canopy, которые заканчиваются сбоку рамы маски и продолжают стремительные безрамные черты от маски Flydeck. Одевая эту маску на лицо, складывается ощущение, что ты одеваешь full face шлем, но такой легкий и совсем незаметный. Но с другой стороны, у меня остается такое же ощущение, как от масок Fall Line и Flydeck, что я как будто не нахожусь здесь и сейчас, а играю в игру на телевизоре. В ней мне нравится периферийный обзор в верхней части. Он немногим больше, чем в Flydeck. Вероятнее всего, это след у части норвежского горнолыжника Александра Кильде в разработке дизайна маски, которым необходим больший обзор как раз в верхней части маски, когда они гонят в стойке. В этом году модель выпускается одним размером XL. Что по технологиям? Маска обладает двойной сферической линзой с технологией Prism и HDO, покрытой антифогом для лучшей устойчивости от запотевания. Также в ней реализована идея OTG, которая позволяет носить маску с обычными очками. Маска Flight Path комплектуется широким ремешком, как и все остальные модели больших размеров в верхней линейке. А также в ней используется трехслойный наполнитель с внутренней части рамы, последний слой которого выполнен из флиса, который придает маске более комфортную посадку, а также не дает попадать влаги во внутрь маски. У этой модели также продумана хорошая вентиляция, которая не дает собираться конденсату внутри. Стоимость. Ценовой диапазон, как у Flydeck. Это говорит о том, что данная модель относится не к бюджетным маскам. Переходим к модели Flight Tracker. Ну вот и все. Смотрим и видим, как приходит смена поколений, где более молодые вытесняют старичков. Так и здесь. Новый Flight Tracker официально пришел на смену легендарной и самой продаваемой модели Canopy. Но не огорчайтесь особо. Canopy стала базой и единственным вдохновением для рождения этой модели. И получилось очень-очень неплохо. В ней сразу наблюдаются плавные черты модели Canopy, но с небольшим обновлением. Углы рамы вытянуты чуть вниз, что положительно влияет на картинку, которую мы видим внутри маски. Одевая ее, сразу чувствуется схожесть с посадкой маски Line Miner. То есть чувствуется такой же комфорт и нет ощущения, что находишься в комнате за окном. Прекрасный периферийный обзор по сторонам и в нижних углах. Он чувствуется бесспорно. По размеру маска не особо меньше новых Flight Path и Flight Deck, но и профиль маски чуть уже. То есть линза внутри находится ближе к глазам, и это придает модели большую универсальность при подборе к ней шлема. Маска Flight Tracker выпускается в трех размерах. XL, XM и XS. Это говорит о том, что она сядет даже на детскую головушку. Кстати, чуть не упустил важный момент. С этого сезона, 2021, все маски обладают увеличенным слоем поролона, что позволяет исключить щели, неровную посадку и благодаря чему вы сможете позволить себе приобрести самую большую маску даже при условии, что у вас маленькая голова. По технологиям. В отличие от всех масок верхней линейки, у новой модели Flight Tracker вторический тип линз. Как и говорилось в самом начале, эта линза сочетает в себе преимущество сферической и цилиндрической линзы. Конечно же, оптика этой маски наделена технологией Prism с HDO, и все это дело покрыто антифогом. Широкая резинка, как и у всех представителей верхней линейки. В модели Flight Tracker реализована еще одна новая технология. Она называется Ridge Lock Evolution. Суть которой облегчить замену линзы на склоне. За счет всего двух креплений в центре маски, в нижней и верхней части рамы. И, конечно же, трехслойный пенный наполнитель. Последний слой которого из флиса. Задача которого входит удерживать влагу на лице снаружи маски. И давать более комфортную тактильность и посадку на лице. У новой Flight Tracker такие же большие каналы вентиляции, которые не дадут скапливаться конденсату внутри. Цена этой модели очень приятна и схожа со стоимостью Line Minor. На этом, пожалуй, все. Я заканчиваю свое повествование о новых моделях сезона 2021 линейки Oakley. Очень надеюсь, что информацию, которую я дал в этом обзоре, будет вам полезна. Если у вас остались какие-то вопросы по данным продуктам, то пишите их в комментариях. По возможности постараемся ответить. Ну и, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до встречи на горе. Пока!